Каждый лекарственный препарат имеет уникальное кристаллическое строение, которое определяет его фармакологические свойства. Полиформы, в свою очередь, представляют собой разнообразные формы одного и того же вещества, которые могут иметь различные свойства, такие как растворимость и биодоступность. Поэтому от кристаллической упаковки зависит скорость растворения вещества в воде и в ради случаев то, на какой орган лекарственное вещество будет действовать. Ученые Казанского федерального университета разработали новый способ приготовления полиморфов лекарственных веществ, который поможет облегчить их скрининг и существенно снизить затраты на разработку и создание новых лекарственных средств. Последние несколько лет мы занимались лекарственными веществами, в частности эндомитоцином, для которого вот и показали, что можно существенно облегчить поиск полиморфов для этого вещества. А полиморф это один из видов кристаллических упаковок вещества, которые, как я говорил, уже имеют одну и ту же химическую структуру, но в кристаллах молекулы располагаются по-разному. Известно, что разные полиморфы могут иметь различные свойства, и некорректный выбор полиморфа может привести к потере эффективности препарата. Поэтому одной из основных проблем в процессе разработки лекарственных веществ является получение желаемого полиморфа. Например, для лечения слизистых оболочек рта, горла и легких скорость растворения а для желудка и лечения кишечных заболеваний меньше. Разработка ученых Казанского федерального университета позволит получать различные упаковки кристаллического строения лекарственных веществ с повышенной частотой и улучшенными свойствами, что является ключевыми показателями эффективности препаратов. Индомитоцин это уже широко распространенный препарат, который у нас в аптеках продается и предлагается. То есть это нестероидный противовоспалительный препарат. Интересен он тем, как раз, что для него полиморфы эти изучали с конца 60-х годов. Для чего изучать полиморфы для лекарственных веществ? Это связано с тем, что у разных полиморфов, вообще говоря, разная так называемая фармакокинетика, то есть скорость растворения. А это влияет на то, на какой орган это лекарственное вещество будет влиять у нас. То есть, что, где оно будет вызывать иммунную реакцию, ну, соответственно, выработку антител против тех или иных, например, вирусов. Новый способ приготовления полиморфов лекарственных веществ, разработанный в Казанском федеральном университете, представляет собой значительное достижение в области фармацевтической науки. В дальнейшем он может использоваться в создании новых лекарственных препаратов с улучшенными фармакологическими свойствами. Наряду с этим метод также может быть полезен для фармацевтических компаний при выборе оптимального полиморфа в процессе разработки и оптимизации существующих препаратов. Кристина Отекина, Александр Кузнецов, Универньюз.